Народ, всем привет! Записываю видео по JavaScript для СИП, да, второго курса. Так, смотрите. Вначале я вам уже рассказывал, что сейчас записывал, да? Рассказывал, что JavaScript это язык программирования. Показывал, здесь можете посмотреть, сайт learnjavascript.ru что есть перемены, здесь объявляется через лэб, перемены не типизированы, то есть какое значение даете таким, сама перемена становится, то есть если даете строку, автоматом message ставите строку и так далее. Это мы с вами, в общем, рассказали про типы данных, про циклы, функции и так далее. Как пишутся циклы, они сильно не отличаются от основных программирований. Здесь понятие alert. Alert вам в основном нужно будет, чтобы что-то проверять, сейчас мы это будем сразу тестировать. Циклы такие же, как везде, и все присутствуют в Java примерно. Функции пишите фанкшен, название функции, какие-то параметры если есть, если нет, не пишите, открывайте, открывайте, все примерно то же самое. Что насчет отладки, насчет браузера, здесь говорится про то, что вы можете здесь какие-то breakpoint ставить, то есть нажав на F12 или FNF12, можно по сути, выбрав не элементы, а вот здесь консоль, можно прямо здесь писать какой-то код, да, типа, там, alert, на 7-м усек, закрыли, нажали enter, и у вас этот JavaScript все равно сработает. Можно, типа, переменных создавать, стр равно, кто-то что-то, верно, и написал, например. Можно писать alert, а можно писать прямо здесь, что проверить, консоль точка log, есть функция, он прям выводит вот сюда, не выводит, а как браузерный alert, а прям здесь как консоль пишет, например, стр.вс, он прям сюда и пишет длину этой строки, и так далее. Много что можно здесь тестировать, здесь можно делать clear, и так далее, можно закрыть так. Не обязательно имейте в виду тестировать вот здесь, в этом, да, какие-то мелкие вещи можно прям набрать в консоль. Здесь в классы объекта мы с вами заходить не будем, потому что если проваливаться глубже в JavaScript, JavaScript сам по себе курс, наверное, даже больше, чем там HP, там, потому что он очень большой, JavaScript, очень большой курс. Мы лишь будем смотреть то, что нам нужно. Теперь по второй части, по части второй именно вот в этом уроке, здесь нам много чего нужно с вами посмотреть. Начинаем открывать сначала. Здесь вам говорят, что есть некие объекты в JavaScript, которыми вы можете пользоваться, управлять, управлять вообще этими, да, элементами, тегами, вообще, в общем, всеми объектами в JavaScript. Вот есть главный объект Windows, у него есть, как бы, документ внутри, там, навигатор, object. Навигатор в основном вы можете использовать для location, то есть, это можно URL свой смотреть, где мы находимся, и так далее, да, там, screen, там, это в будущем вам может понадобиться, пока здесь нас беспокоит именно документ. Дом элементы называют. Внутри документа это наши теги простые. Сейчас мы поближе. Кстати, можете и здесь запускать. То есть, он, здесь он просто показывает, как он выводит. А он здесь показывает, что все функции, которые вы создаете прямо в JavaScript, они будут глобальной функцией, и к ним доступ у вас через объект Windows. То есть, Windows, точка и вызов функций. Как раз таки, все JavaScript объекты, функции, да, глобально созданные, будут лежать прямо внутри Windows. Ну, это так. Вот здесь вот, как раз таки, то, что нам нужно. С помощью объекта Document вы можете брать нужные вам теги и делать с ним какую-то работу. У Document точка body это значит, вы берете наш body элемент. Этот body элемент. Можем прямо здесь проверить. Например, открываем какой-то скрипт в конце body, да, и пишем там Document точка body точка там color. Можно какие-то цвета менять. Или, ну да, давайте там color точка вот background какой-то. Не color, а style, да, то есть у body есть можете можете к ним как к объектам обращаться. То есть есть объект документ, у него есть скажем body поле, да, скажем. Вам выдается, вы можете даже вот так просто проверить, что вам выдается в ответку. Alert документ точка. И откроем эту HTML-ку в себе там браузере, да, и вы видите, что вам возвращается такой объект HTML body элемент. То есть это объект JavaScript, который объект body получает. Объект нашего тега body. HTML body элемент. Далее вы можете дать ему какой-то там какой-нибудь там стиль здесь, точка. Можете написать background или можете написать там какой-нибудь скажем, font, size. Кстати, если в C++ у вас пишется что-то через тире, у нас здесь идет camel case в этом JavaScript и пишите через каждое следующее слово через большую букву. Font size равно, скажем, здесь, наверное, нужно стригами, да, перемен. Попробуем 40 писем. Попробуем так делать. Вот какой у него сейчас font size и после обновления какой font size это у всего бобби. Это якобы мы через JavaScript меняем его стиль. background color, да, наверное, или background плюс здесь дадим, скажем, его. background color и так далее. То есть с помощью объекта document мы можем проваливаться внутрь HTML взять body или взять head и можем сказать вот следующее, head.inner HTML Вот это не просто, а именно алерта посмотрим. Алерт можем посмотреть. Посмотрим, что внутри не header, а hit. Head. Head это наш вот head элемент и внутри посмотрим inner HTML, какой внутри HTML. Выведем в alert, обновим и он все, что внутри показывает alert. Все, что внутри может не alert, можете в консоль log тоже отправить и тогда вы должны при обновлении увидеть вот здесь в 12 в консоль. Можно так сказать. То есть, идем дальше, примерно поняли, что нам нужно именно документ этот элемент, с помощью него можно там что-то поделать. текущий текущий URL location. HREP я закрыл или window консоль отправил правильно обновляем и вот он показывает путь нашего файла дальше идем здесь я думаю все понятно идем далее дом дерево вы должны понимать что дом это само по всему у нас дерево дом это краски наше все элементы они расположены как дерево потому что скажем есть там самый главный элемент HTML внутри него лежат два элемента это head и body внутри head лежат три каких-то тегов внутри body лежат основных тегов смотрите то есть именно child тегов именно child для body их всего 5 у body есть 5 child это header все что находится непосредственно внутри body section div и script script кстати как тег тоже входит внутри body но у этих child есть свои child у хедера есть p ul есть свои child и так далее также вы должны понимать что здесь есть такая вещь что если мы сейчас попробуем это наверное дальше будет он показывает что внутри скажем там хеда какой-то текст идет типа enter потом идет title потом между каждыми тегами есть какой-то текст то что вы нажимаете вот здесь после body нажимаете enter или пробел вот этот текст тоже идет как мусор но он тоже идет как child то тоже как элемент для body идет и между вот этим хедером и main тоже есть текст типа текст какой-то что-то типа нажатия на enter вот это тоже нужно различать и это и это вы должны понимать что это дерево вот html есть headbody у body есть там столько to child указывает них есть только to child это это выглядит дерево как пирамида как вкратце здесь про что рассказывается просто про дом да в общем стиле но это и того и становятся узлами элементы тогда но эта теория идет потом навигация вот здесь показывает что есть документ ну и есть кодеку точка лимит ладно потом вот в документе есть body у этого body есть какие-то элементы есть понятие паранк not есть понятие first child last child child not это все функции которые можно вызывать у кого-то скажем если у какой-то девки вызвать паранк not и у него паран будет body он может ищет body previous sibling next sibling это его соседи то есть у тега main есть previous sibling это header есть next sibling это секс это прям бок о бок с ним стоящие стеки и вот это все можно сейчас проверить еще про это говорит вот first child last child да и child not child not вам возвращает массив элемент вот даже for возьмем или можем сами for возьмем и напишем прям сюда здесь что происходит здесь я взял документ . body то есть тег body и внутри этого body я беру child nots child nots это типа сколько у него есть тегов по сути мы посчитали с вами пять тегов но еще есть понятие между тегами есть эти тексты да если он сейчас хочу у нас возьмет и child nots . lens у нас должно быть где-то пять если без текста без вот этих мусора без мусора и от нуля до пяти бежим и показываем каждый child not каждый child child nots 0 то есть каждый тег выводим а видите он здесь показывает что есть раз на этой тексты вот эти мусоры которые то есть по сути у нас будет сейчас так после внутри первый child это будет мусор вот этот который между body и header потом будет header потом мусор потом main потом мусор потом section и так далее и в конце будет скрипт после скрипта может тоже быть мусор может и не быть обновим видите object text это как раз таки мусор enter между body и header потом html элемент просто это наш header потом текст html элемент текст html элемент текст html div элемент почему-то он div отдельно выделяет и текст и скрипт должен html скрипт и текста нету все после скрипта он текст не показывает то есть вот так можно пробежаться по чайлдом какого-то тега да . buddy или можно было сказать вот так смотрите на руку и документ body ну а давайте почему потом потому что здесь все показывает сейчас я вам заранее покажу first child да можно было просто сказать alert document.body и first child first child first child first child first child у него текст будет который мусор first child ну я так понял будет скрипт вот этот скрипт вот теперь скрипт в общем здесь про это и говорится что и sibling вот этот previous sibling можно кстати например попробовать написать previous sibling это должен быть head потому что head рядом с рядом с body вот object а текст еще дом между body и head лежит текст а если мы сделаем вот так что между body и head вообще ничего текста никого не будет тогда он должен показать а коммент фу забыли что коммент тоже сам по себе объект вот и в темах это элемент теперь является предыдущим соседом да body до него стоящий сосед его надеюсь рассказываю не быстро нормально то что прошлый раз это было очень быстро как мне говорили здесь рассказывается про то что можно какие-то тексты убрать кажется да что-то я где-то читал соседи родители next sibling previous sibling это мы с вами посмотрели вот основные да то есть а есть children а вот можно не не child а children бежать сейчас тогда он тексты не берет то есть children вместо child notes мы пишем children и children здесь когда он вроде вот эти тексты не берет мусоры только бежит по children вот и стимал элемент 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 дифф скрипт все то есть используя children можно вот эти мусоры тексты не брать только бежать по бежать бежать по тегам да first first element child то есть первый child последний child почему он так пишет он уже писал first child а с помощью этого можно опять же можно не брать эти да можно кажется тексты не брать ну народ здесь все нужно экспериментировать документ точка body точка вот first element child он до этого нам возвращал когда мы писали first child first child он писал вот этот текст мусор который потому что там стоял это мусор да а если писать first element child он берет именно не мусора вот он берет тег то здесь здесь показывается все что именно работа с тегом именно элемент не просто first child в виде там текст или комментарии а именно элементовский child то есть именно тег какой то первый тег внутри последний тег внутри все теги дети его предыдущий тег внутри вот здесь как раз если напишите body точка previous element sibling он вам должен именно хэп пишет ни комментарий ни текст и next element sibling и parent element вот это нам надо будет запомнить вот это нам надо будет сейчас что-то будем вот документ парентнот он сообщает родитель элемент да парент возвращает любого родителя но есть понятие парентнот но документ элемент элемент парентнот будет документ да ну-ка здесь нам нужно не с этим элемент кстати цикл можно таким образом да Типа переменная element будет браться по одному из документ body children и alert element, он будет всех-всех children пока что. Это в некоторых языках программирования есть же, for, цикл, который вот не int, а им пишешь, а говоришь какая-то переменная, которая будет равняться каждому из вот этих вот элементов, из children по одному. То есть берется первое первое children, пишет свой элемент, потом вы его выводите, потом следующий children берется в его элемент, потом вы выводите и так далее. Вот все, что вам нужно знать, да? Для всех узлов, то есть необзятный элемент, тут тексты и комменты могут быть. Здесь именно, если работать с элементами, без текстов, без комментов, без мусора, именно вот так. Вот этот, если нужно и с мусором вместе, а это без мусора. Ну, вряд ли нам вот эти понадобились. Наверное, нам надо будет работать с этим, да? Так, это мы оставим на всякий случай. Это была навигация, да, по дом? Да. Теперь можно к элементам обращаться, используя или ID, или класс, или некий querySelector. QuerySelector – это будет какой-то select-код, который вы обычно пишете в сипоте. Сейчас покажу. То есть можно элементы доставать на самом основном по ID. Можно элементы доставать вот document. вызвать функцию getElementById и написать чей-то ID, например, да, элемент ID. И достать вот этот div и этой div уже дать какой-то там background. например, скажем, у нас есть, у P будет ID какая-то, скажем, давайте ему дадим ID logo, и нам нужно этот именно P достать. Мы говорим, скажем, let, какой-то элемент, ну, EL без разницы, это название перемены, можете любой писать. Пишите document.getElementById, вот именно вот так пишется функция, и ID-шник, да, скажем, там logo, у нас ID logo, ну, точка запятой, и мы можем сказать alertElement. И 1D. Вот, html.paragraph.element. Как раз-таки он этот элемент там. Или мы можем сказать alertElement.inner. Можно innerHtml или можно innerText, как я помню. То есть не html внутри, а именно text. Да, вот, my logo. Или мы можем, например, достать по ID-шнику. Вы должны понимать разницу между innerHtml и innerText. InnerText он тупо достает этот текст. А innerHtml, он достает всю структуру html, вместе с теками. Скажем, здесь будет меню, напишем ID-меню. И уже у этого меню достанем не innerText, а innerHtml. Обновим. Он вам вот эти, видите, даже вот эти вот тексты. С мусором вместе, с тегами, да, li, ahre, все вместе. А если бы мы написали innerText, и обновили бы, то он бы достал только текст внутри этой менюшки. То есть внутри этой менюшки есть еще li, ahre, но он только достает тесты. Поняли, да? Можно этому элементу стиля менять тоже, конечно. Можно по ID-шке достать, можно по классам достать. Но здесь вот есть такой прикол, что можно сразу писать вот так, меню, точка, насколько это работает. color, скажем, style, точка, color, ровно, скажем, так. Меню, давайте logo напишем logo. Видите, logo покрасился в красный цвет. Хотя я тупо написал logo, я не стал, как в прошлый раз, document.bit.byd logo доставать, а именно logo. Потому что в нынешних JavaScript, в новых версиях говорят, если ты просто пишешь logo, он автоматом достает элемент с такой ID-шкой logo. Автоматом, то есть без вот этого document.bit.bit.id, он автоматом достает этот tag и ты ему автоматом дарёшь стильков. То есть вот такое удобство для оли, здесь об этом не говорят. Вот. Сразу пишет element style background. Вот. А вот если, говорит, внутри ID есть element content, есть дефис, так что ID не сможет служить именем переменной. То есть в тех дифках или там в тех тегах, у кого элемент через тире пишется, он к нему, кажется, обратиться не сможем. Но мы можем обратиться к нему через квадратный скопки для этого вендо element content. Ну это вот так для информации. Так, и что ещё нам нужно? Можно по querySelector, ещё должен был быть getElementByClass, ну ладно. Есть такое понятие, народ, querySelectorAll и просто querySelector. QuerySelectorAll, я так понял, он берёт несколько элементов. Самый универсальный метод поиска этот, он возвращает все элементы внутри вот этого тега. Сейчас объясню. Здесь, то есть мы говорим, внутри документа, то есть это по всему HTML, ищи элементы, которые совпадают к такому-то selector. All это значит несколько элементов. По такому-то querySelector. QuerySelector это как раз таки синтаксис, которую вы в CSS пишите. То есть внутри UL, именно какой здесь query идёт, внутри UL есть list-items и от всех list-items возьми последний child. Все, кто к этому подходит, к querySelector, сюда записываются элементы. Вы должны понимать, что это элементы, это массив теперь объект, а не один объект, потому что здесь мы много берём. И мы бежим по вот этому массиву из элементов и выводим все элементы. То есть, по сути, смотрите, попробуем написать. Я говорю let else, я напишу else, типа elements, элементы, равно document. querySelector 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 и давайте здесь тупо достанем внутри опять же. Здесь, скажем, давайте у нас что можно повторять? У нас здесь чего много? Дивок много. Да, просто попробуем сделать диф. У которого есть класс диф просто показать. И по всем пробежимся элементам. let e off эллимс То есть, бежим по каждому элементу, который находится внутри массива эллимс. И у каждого элемента делаем alert e. скажем, inner что-то inner текст или inner ht То есть, сейчас в рамке сработает это работает А, у нас класса диф нету, просто диф есть дюр. а вот сам main content с какими-то эти мусорами сам footer и все. То есть, по сути, он взял сперва вот этот диф и вот этот диф и написал сам main content потом взял вот этот диф и написал сам footer там с мусорами и т.д. То есть, он достал все дифы. А то, что он говорит, например, то же самое, да? Взять какую-то ULQ внутри него есть ли list item и вот у нас ULQ есть list item просто давайте вот так оставим ULQ и list item он нам должен все вот эти list item вернуть и по всем list item мы возьмем, посмотрим, inner html inner html он должен нам показать вот три ахарифа на получать несколько месяцев вот ахариф меню 1 ахариф меню 2 ахариф меню 3 и если здесь написать last 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 child да, у него написано то он только достанет последнюю листь и у него посмотрим на ахариф надо валить select значит, мы что-то не спутали здесь last child через тире все вот вот последнюю только взял и у него показал и у него как-то так здесь какие-то селекторы можно писать ну то что если обычно пишите теперь идем дальше можно по классу доставать народ здесь то есть если по классу то вот так точка мы если по айдишнику то вот так можно доставать но обычно по айдишнику не пишут all потому что их по айдишнику должен быть один только тег с таким-то айдишнику а по классам как раз таки all можно доставать все элементы с такими-то классами да и вот есть просто querySelector который без all который возвращает первый элемент соответствующий данным он только один элемент который попадается первым то же самое говорит что вызвать querySelector all css-selector и нулевой элемент взять то же самое что взять всех таких элементов и взять только нулевого из него то же самое значит посмотрите тоже один из поисков методов поиска элемент css-selector а только true all возвращает closest ну тут много чего кстати вот getElementByTagName можно это то же самое что взять querySelectorAll и написать какой-то tag типа div да или можно написать element там getElementByTagName кстати народ вы должны понимать что когда вы пишете документ он берет по всему документу вот эти вот selector да ищет div и во всех документах а если вы пишете скажем скажем давайте main дадим id main и скажем чтобы внутри main я только искал по вот этому id помните помните мы говорили что можно тупо написать вот таким образом он автоматом найдет элемент с таким id и внутри него только будет искать div вот это должно сработать то есть мы по сути вот этот div не должны увидеть потому что он не внутри main должно видеть только вот этот если вы помните смотрим сам main content и все потому что мы искали внутри main у элемента с id хорошо то здесь можно писать не обязательно документ можно написать любой элемент как то так можно by class name и написать название класса то же самое что здесь написать там точка точка там my class да . название класса через точку одно и то же что написать там getElement by class name и не просто обесточить взять класс by name просто возвращать заданным атрибутом name если у тега есть атрибут name обычно у input бывает тогда так вот вот что еще здесь все это вот описывается показывается ну в общем я думаю и коллекции by tag name co-selector all все это показывается рассказывается на и задач узлов атрибуты давайте здесь почему говорится вентинопом сейчас к вентам еще дойдем input ну это кажется сильно заходим сильно заходить не надо можете почитать народ кто в javascript javascript очень мощный язык он сейчас и в бэкэнде и во фронте энди там и там он сейчас топовый идет во фронте энди знаете вот эти вот библиотеки сейчас раньше если jQuery был react в основном angular в бэкэнде сейчас expressjs и но же самый главный бэкэнд фреймворк считается на javascript есть и от него как-то там вытекает expressjs так все так что кто javascript хорошо знает если тем более во фронте в бэкэнде то вы не пропадете так что советую javascript хорошо изучить атрибуты свойств я думаю тоже сильно провалиться в это не будем здесь про атрибуты элементов то есть вы знаете что у любого элемента могут быть атрибуты в виде айдишки там alt img src это все атрибуты и с этим атрибутом здесь можно работать написать на document body id там вытащить тест и так далее и так далее и тому подобное можно какие-то атрибут устанавливать можно атрибут удалять кому может понадобиться можете у кого-то у кого-то рисунка скажем если срц какой-то там он указывает на какой-то рисунок в теге img да вы взяли на нажатии чего-то взяли и удалили его нынешний атрибут и там поставили новый атрибут новый путь к файлу там рисунка и у него рисунок здесь уже на вашу фантазию сюда провалиться не буду здесь можете почитать понять изменение документа стиле классы вот это нам нужно будет прокрутка я не знаю сколько это надо так изменение документа вот кстати вот это тоже основные вещи createElement и removeElement createElement создает новый создает новый элемент с задным тегом createElement название тега да или же createTextNode и текст ну посмотрим letDiv document.createElement.div и создается какой-то div элемент и давайте пробуем и дальше что ну-ка побольше создать то создаст он только на точке createTextNode 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 в нашем случае div с классом alert и а вот вот этот побольше пример создается элемент div мы его сохраняем этот объект div сюда потом div.classNameAlert говорит у него будет класс alert и div.innerHtml ну вот это давайте возьмем попробуем вот здесь создадим тоже div элемент создадим div элемент прям новый элемент создается div скажем классный ну пусть будет alert ладно и div innerHtml туда внутри div записываем вот такой текст со стороны запустим это и мы должны увидеть всем привет вы прошли важное сообщение то есть в начале этого не будет но как javascript сработает видите у нас его ничего нет как javascript сработает у нас должен появиться этот текст ну нет я посмотрю теперь по элементам так section div так footer script должен был сработать ну а но только пока он только в переменной горт теперь перемен нужно не можем видеть он настолько сколько он является частью документ body append теперь мы эту div он у нас только в javascript стоит как переменная со всеми вот этими innerHtml и так далее и нужно его теперь куда-то засунуть именно в нашем дом элементе дом дереве и с помощью функции append есть prepend append он добавляет как последний child его то есть если мы напишем документ точка body точка append append он добавляет его как последний child то есть после скрипта он где-то здесь якобы появится не в коде а на браузере мы его видим сейчас append и вот здесь div теперь обновим вот он появляется а в html он стоит где вот после скрипта стоит div с классом alert и с таким-то текстом это делается с помощью кредит элемент да а ему типа заранее вы можете стиль прописать стиль если будет давайте стиле то они могут заранее быть прописаны вот так вот все разобновим вот всем привет и пошли то есть начале его может не быть а потом можно это сделать на нажатии чего-то кнопки например например типа взяли сейчас мы это пройдем но function скажем div appear напишем div так и вот туда засунем и на нажатии какой-то в кнопке button value или текст есть здесь здесь клип что-то такое секунду так а все запись пошла где мы народ где мы примерно понятно да append добавляет в конец body то есть внутри body но будет последним child добавить все функции какой-то нот это может быть не взять на body это может быть какой-то элемент ему можно внутри него последним child добавить внутри него добавить первым child в начале внутри нот в начале будет то есть если здесь сделать prepend как вы поняли не append а prepend prepend он по сути появится вот здесь то есть сразу после body первым child вот здесь появится опять какая-то ошибка а мы же на батн не взяли да вот когда я на батн я же батн взял забыл забыл не забил давайте если press не как value press то есть когда я нажму на кнопку батна он клик то есть на нажатии он вызовет функцию divap которая мне этот элемент создаст и сделать его prepend видите то есть это теперь работает при обновлении его не будет только при нажатии на кнопку он появится prepend это внутри body да помнили ой здесь before можно то есть перед ним поставить не внутри него а перед ним или можно after то есть смотрите логически возьмем например вот этот main и перед ним поставим то есть после hydra и до main это просто вы делаете вот это убираем вот здесь просто пишем мы мы и main мы prepend ой не prepend а before перед main поставим на нажатии кнопки смотрим вот вот после hydra но до main я думаю здесь ничего сложного нету replace он прям заменяет что-то удаляет давайте replace попробуем он должен будет main удалить он должен будет main удалить и вместо него поставить дивку вот это main он сейчас должен исчезнуть и вместо него вот появился то есть таким образом можно создавать вставлять куда-то ваши элементы вот он здесь все объясняет что такое prepend before before begin ну тут уже детали надо пошли можно почитать переведет before begin еще должно быть удаление вот удаление вот какой-то not.remove то есть можно здесь создается див куда-то он там записывается внутри body а потом через скажем там вот septemo кстати вот septemo это отлажив как его через некоторое время да выполняем через там тысячу миллисекунд и давайте через 2 секунды через 2 секунды мы вот эту дивку удали которую создали и вместо поставили main через 2 секунды удали смотрим press 1 2 удаляем поняли да это можно не через 2 секунды можно было сделать а сразу удалить просто вы так не увидите да что что-то произойдет или вы можете удаление записать в отдельную функцию function function div remove и вот так это нужно кстати его нужно опять доставать наверное потому что это же другая функция не create элемент ему мы уже классом удали да get element by by class name наверное достань его по классу alert попробуем сейчас и эту дивку удалим если мы нажмем на еще какой-то button скажем div div я просто это так пишу быстро но вдруг я где-то ошибся может тут по-другому пишется но то есть на press он появляется на remove не удаляет потому что я здесь где-то ошибся как так классные это элемент ну поняли да как это надо все равно его достать или по классу или по дивке там не знаю ему по-хорошему лучше айди дайте а хорошему лучше айди дайте элемент by 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 по классу тоже можно сдать нам просто надо найти вт gorilla в автор там клонирования узлов клонирования да то есть можно только один elk дать и несколько раз повторять и так далее так далее так далее так далее и так далее так далее вспомнилось Раньше это по-другому создавали, я помню, сейчас намного легче сделали. Итого, все элементы, которым нужно знать, create, text node, он создает текст, да, именно, текст вузил. То есть без нода, просто текст. Clone node можно клонировать, куда вставлять, можно удалять, можно и как. Отключаю, все это там, before, или нет. Здесь про что, стиль и классы, как можно его стили менять, или у какого-то элемента, опять же, можно написать стиль и какой-то стиль там. Left, top, margin, любой стиль, любой название стиля. Классный элемент. Что говорит, поэтому для класса было введено схожее свойство классный элемент. Классный, соответственно, main page. А, document.body.class name. У этого body берется название класса и просто выводит. Зачем это? А, класс лист. Вот здесь, кстати, здесь можно, как вы знаете, у одного элемента может быть несколько классов. Например, у body сейчас два класса. Первый класс main, потом page. С помощью метода класс лист вы можете брать весь список классов и добавить туда article. И тогда уже у body будет несколько класс name. main, page, и у него третий класс добавится article. Прикол в том, что вы для этого класса можете заранее прописать какой-то стиль. И раз, когда вы добавляете ему этот класс для body или для кого-то другого элемента, у него уже прописан стиль, и, соответственно, какой-то стиль уже у него... То же самое, что было с этим. Только что у нас же было за... Мы ему дали какой-то класс alert, но для этого класса мы заранее уже создали стиль. И когда он появился, он уже появился со стилем. Здесь также можно играться. Тоггл можно писать там элемент.класслист.add какой-то класс, или .remove какой-то класс. Или вместо add.remove вы можете делать тоггл класс. Тоггл класс, он... Если такой класс у него есть, он удаляет этот класс у него. А если у него этого класса нет, он создает. То есть тоггл, он сразу делает add и remove. Add в случае, если этого класса у него нет, remove, если этот класс у него есть. Тоггл классная функция. Contains вам, наверное, только true-false возвращает, типа, есть у него этот класс или нет. Alert. Вот это все можете тоже прописать, посмотреть. Он достанет весь список классов у этого бадди и покажет вам. Какие стили можно навязывать? То есть, вот здесь показывается, что если у вас в CSS пишется что-то через тире, то в JavaScript это же свойство. Вот типа, если хотите, стиль дать через JavaScript, он прописывается camelCase. То есть, первое слово, а со второго слова все с большими буквами начинают. Вот. Border left width. Border, большая left, большая W width. Можно с помощью промпта спросить, какой-то он хочет дать ему колор. То есть, документ там вадди стиль background color равно, и ты тут спрашиваешь, какой background color ты хочешь. Если он тебе ничего не отвечает, ты ему по умолчанию гриндаешь. Если отвечает тот свет, к которому он ответил. То есть, здесь обновим. Например, здесь гринда стоит, по умолчанию мы говорим. Как будто грей. Где он грей делает, да? Промпт это как раз таки нужно для того, чтобы спрашивать. Алерт это просто показывает. Здесь, народ, здесь все показывается. Если пиксели, то желательно в одинаковых кавычках писать. Если там пиксели, маржины, паддинги, мы же обычно в пикселях показываем. Нам, видите, тоже в этих кавычках элемент ставил дисплей. Если вы хотите, чтобы у него не было... А, пустая строка, да? Затем мы можем удалить свойства дисплей. Если ему дать пустую строку, у него вот этого свойства дисплей просто не будет, по сути. Вот. То есть, здесь мы говорим document-body.display-none, прям, чтобы он его скрыл. А через некоторое время мы говорим дисплей просто в пустые кавычки. То есть, мы у него вот этот элемент дисплей как будто удаляем вообще. То есть, там, скажем, когда вот запускается вот этот элемент, когда вот этот код запускается дисплей-нone, это одно и то, что написать вот здесь дисплей-нone. А через секунду, что вот это сработает с пустой, да, равно пустая строка. Это одно и то, что ему вот так просто удалить дисплей или нет. Display-stip, то есть. Да? Как единицы измерений прописывать, вот в стиле margin, margin-top, margin-left, body и так далее, и так далее. Народ здесь примерно, я думаю, все понятно. Размеры прокрутка. Ну, прокрутку я сильно объяснять не буду, здесь как-то можно прокручивать. Это про border box, наверное, тут. То, что я вам уже объяснил. Ну, тут не основные вещи, не прям супер нужные вещи. Так, теперь события, народ. Неужели добрались и до них? События как раз-таки на сжатие, на ведение мышки и так далее, да? Введение в браузерные события. Давайте посмотрим. Здесь нам нужно сейчас вот это, вот это нам нужно будет. Управление чайомчика от мужчины, заходить не будем, но... Вот. Асинь, 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 хронопрограмминг пока рано. В общем, максимум вот эти пару посмотрим. Ну, давайте начнем с событий. Ну, клик понятно. У нас вроде писалось он клик, сейчас походу клик. Происходит, когда кликнули на элемент левой кнопкой мыши. То есть вызывается функция клик. На устройствах сенсорного экрана, на мобилках, оно происходит при касании, да, на экран. То же самое, что клик нельзя. Контекст меню, когда вы нажимаете правой кнопкой. То есть можно вывести антиклик. Маус овер, маус out. Это когда вы просто наводите, но не нажимаете мышкой. И маус down, маус up. Это когда вы нажали мышкой. Маус move при движении мышки и так далее. То есть вот эти функции, которые нам сейчас планируют. События, а, течис событий мыши. События на элементах управления. Submit, это про формы. Про формы мы вам отдельно еще объясним. Keydown, Keyup, это про клавиатуры. События клавиатурные бывают. Бывают от мышки события, от клавиатуры. Бывают события на элементах управления. Это про... Это мы расскажем, да, когда вы какую-то формочку отправляете куда-то там, скажем, логин, рогин, страты, или там логин. Транзишн. Кстати, здесь мы про транзишн хотел уже, я скажу, прежде всего. Где транзишн? есть такое понятие transition которая что касается именно анимации есть transition duration это типа как анимация долго будет воспроизводиться на ком-то элементе и property то есть анимация именно какая анимация будет происходить вот я просто вот вот здесь на бат нажимаем айди колор клик не меня когда она нажимается на баттон вот опять же color он достает сразу по айдиш нику если на него он клик сделать то запускается сразу функция тут функция без имени можно прям он клики просто 5 function то есть при он клики на вот этот color на этот баттон садишка color сразу опускается функция где здесь точка стайл то есть вот этому же баттону здесь . стиль ему дается бы грант колор а как раз у него на background color у этого элемента есть transition property на background color который наступает 30 секунд и туба можем сейчас это стиль подождите баттон проверить ну здесь можно откликни меня и 3 секунд наступает его вот так он закрашивает то есть здесь можно любой любой property сделать property это как раз таки это самое да все соседи то что мы пишем это может быть не обязательно background color это может быть там он сайс какой-то то то есть именно вот этот property когда мы ему вот такой задаем css параметр то он будет на него действовать три секунды ну течение трех секунд он превратится в такую стиль поняли короче property duration основные вот эти уже эти уже не основные здесь уже можете смотреть вот про это тоже хотел вам рассказать тоже нужная вещь вот почти тогда ладно дальше что касается теперь событий браузерные события вам рассказал уже что есть мышки там но нажми на меня элемент фанкш на вот еще сразу показывает эти элемент или если это элемент нажать то сразу выводится alert какой-то да или можно он клик если у вас какая-то простенькая функция сразу здесь но это вряд ли знак какой-то alert клик перезапишу существует обрабатывается только ладно тоже детали детали далее через здесь вот через здесь интересная вещь когда как в какой-то функции говорите здесь он берет именно тот элемент на котором как раз таки было действие какое-то было это событие типа нажать или что здесь он взвесно возьмет именно этот батон и у него покажет нер-html соответственно вы видите вот этот нажмите валерт здесь как как можно вызывать и так далее правильно неправильно это нам не важно сейчас пока при нажатии да с это три года так есть понятие event listener недостаток описан 6 с помощью event listener можно короче тоже навесить какой-то обработчик для здесь говорится как раз таки что с помощью event listener можно навесить можно навесить несколько обработчиков на одно событие дальше продолжим вот так вроде показать на вот он одному и тому же элементу с помощью адэвент листнера адэвент листнера элементу адэвент листнер делает и именно на событие клик он устанавливает два хендлера хендлера вот 2 функции установлены здесь кстати не вызов функции а название функции просто без скобок получается на клик он здесь можно на клик у него два алерта да первый спасибо привет а это он клик просто элементом клик пустая функция потом спасибо потом он клик безымянная функция которая привет потом вот это функция хоть можно одному элементу навешать несколько событий то же самое просто 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 массово можно устанавливать несколько событий и так далее здесь я думаю уже вам уже я думаю здесь уже можно вглубь не проваливаться можете для себя посмотреть здесь есть события нажатия мышки основу рмаус и никогда вот элемент адэвент листер маус даун это нажатие данной мышки носа паузовер можете сделать это когда вы мышка будете на него наводить у него автоматный будет цвет меня это все можете попробовать далее что есть всплытие погружение какой-то а вот здесь просто на каждом элементе и формочки и в дифке и в п на нажатии срабатывает газета alert если форму нажать у вас вытаскивается салют с формы event target то же самое на что нажмешь у того и там какой-то цвет поменяется здесь можно таким образом посмотреть скрипты css индекс а здесь смотрите здесь прикол такой что есть формочка вот давайте индексы салсором здесь есть форма но есть форма у него есть еще дивка есть еще по внутри формы то есть сразу форма и три элемента на два элемента внутри есть как раз таки джава скрипте джава скрипте как раз таки написано здесь здесь все средние все сессии и форум а здесь здесь срабатывает здесь именно на форм очки потому что форм очки есть айди форм именно на этой форме когда срабатывает он клик выполняется такая-то функция и передается вот event с помощью этого и вента вы можете что-то чуть-чуть через точка таргет узнать на на чем сработало это событие то есть на чем имеется ввиду на формочке или на дивке который внутри или на п но в любом случае это сработало на формочке и и на формочке и в на элементе или внутри него да короче потому что здесь написано именно форма потом вы говорите у того над на ком было сработано это действие то есть на к на чем нажали там на п или на див или на форм у него стиль поменять и через некоторое время там этот стиль убрать background color пустой через секунду вот через не секунду вообще сразу в один клик ну вот такие вот не знаю детали уже мы уже в детали ушли я думаю примерно понятно зная это уже можно делать основные вещи там для на скрипте а калькуляторы и вент и всякие там я думаю здесь уже все давайте посмотрю еще раз или на событии браузер помочь они есть основы событий мышки может но логика тоже я думаю здесь вы разберетесь вот кликни левый правый правый и левый он видите каждый смотрит очистить если где-то не должен быть не его это код баттон . клик и вент и вент . альки шрифтки можно координаты узнать где ли находится скажем там мышка да в каком x y клиента или где сработал x y где сработало именно нажать на пример ну здесь очень много чего народ но в общем я думаю понятно можно x y ему брать мышки можно взять можно делать действие на нажатие мышки там на то на все на наведение мышки вот если показывать когда я маус овер делаю меняется что-то и так далее это все можете джаваскрипте увидеть еще сложно нету вот когда на чем-то делаешь он маус овер срабатывает а на контейнер делаешь он маус овер или на контейнере он маус олт должен сработать какой-то хендлер и вот он ваш хендлер он говорит тут короче много чего да вот если и в н . тайт типы вента да опять же через этот event можно узнать не только target а именно тип еще если тип там у савар то сделает такой то если тип mouse out то есть он если вышел с этого то опять верну его цвет это mouse over mouse over и выходим это mouse out mouse over mouse out mouse over mouse out Прям прописывать, какие именно эти срабатывают действия. Ну, народ, я думаю, здесь ничего сложного нету, примерно понятно вообще лойка. Вот это я вам теперь записал, теперь я вам выложу и сейчас у нас с вами лекция, я только что записал.